Проблема состоит в том, что мы рожаем детей не почкованием. Если бы мы почкованием рожали, то у них был бы тоже генетический материал, который у нас, и в целом они были бы нам сильно подобны и так далее. Так может получиться, что, допустим, у вас там папа такой аналитического склада ума, такой строгий, такой, как бы сказать, у него всё там занудно, перпендикулярно и параллельно, а мама, наоборот, натура художественная, яркая и так далее. И дальше появляется их ребёнок, который может вообще быть не такой, не такой, потому что там две бабушки сыграли. В общем, короче говоря, генетически может происходить самые разные аберрации, и вы должны понимать, что ваш ребёнок, он не такой, как, скорее всего, с большей вероятностью на вас не похож, чем похож. У него есть другой способ думания, другой способ восприятия мира и так далее. И то, что подходит, как вам кажется, для вас, если бы с вами это было хорошо, совершенно не так, что это подходит. Поэтому вот помните всё, что это другой генетический материал. Ваш отчасти. И когда вы так понимаете, вы понимаете, что вам надо разнообразить ваши стратегии, его воспитание, взаимодействие с ним, учитывая то, что он, может быть, по-другому воспринимает что-то, по-другому это ощущает, по-другому чувствует и так далее. Спасибо.